Добрый день, дорогие друзья! В читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры открылась новая выставка «Фольклорные мотивы в русской литературе». 2022 год – это год культурного наследия народов России, в рамках которого пройдут фестивали, различные тематические выставки, ярмарки, мастер-классы и концерты творческих коллективов. Наша выставка посвящена сказке. Сказка – это наиболее интересная, наиболее содержательная часть русского фольклора. Фольклор, устное народное творчество, включает в себя, кроме сказки, и былины, и песни, и легенды, и мифы. Книги о мифах мы здесь видим. И поговорки, и частушки, и пословицы. Мы здесь видим различные произведения, которые в литературоведении отражают все развитие, не только сказки, но и то, что подвигает сказку на ее развитие. Конечно, одно из наиболее красивейших и великолепнейших наших произведений 12 века «Слово о полку Игореве» вбирает в себя тоже фольклорные мотивы. Здесь мы можем отметить постоянные эпитеты, которые есть в этом произведении. «Добрый молодец», «Синее море», «Троекратное повторение Ярославной», «Обращение к трем стихиям» «Ветру», «Днепру» и «Солнцу». Всеволод на поле брани похож на былинного богатыря. Сказки, которые представлены, очень разнообразны. Наиболее представительные – это наши русские писатели. Их литературное творчество, конечно, обогащено тем, что они любили сказку, писали сказку и говорили о сказке. Ядро выставки составили художественные произведения XIX века, которые ярко подтверждают обращение русских писателей к сюжетам, образам и приемам устного народного творчества. Фольклор и народные мотивы широко использовали в своих произведениях Александр Сергеевич Пушкин. Конечно, Михаил Юрьевич Лермонтов. Это и Некрасов, это и Толстой, это и Жуковский, Николай Васильевич Гоголь. Целая полочка у нас посвящена Александру Сергеевичу Пушкину. Его сказка «Руслана и Людмила» нашла отклик в сердце одного из прекрасных наших композиторов Михаила Глинки. Есть опера «Бажов», «Малахитовая шкатулка». Написан балет Прокофьева «Каменный цветок». И мы здесь видим композицию из Кости «Бой Руслана с головой». Сказки писал и Гоголь. Сказки писал и Алексей Максимович Горький. На сюжеты Гоголя также мы знаем очень прекрасные оперы «Ночь перед Рождеством», которые написал римский Корсаков. Здесь представлены сказки разных авторов, и все они интересны, красочны и позитивны. Салтыков Михаил Евграфович, он улюбил сказки. Кроме сказок, он писал свои в сказках, он всегда отражал что-то интересное, что-то, то, что задевало душу читающего человека. Очень интересно и то, что футурист, знакомый нам всем, известный футурист, авангардист Владимир Владимирович Маяковский тоже был склонен к мифу, и литературоведение говорит об этом. Целая полочка отведена сказком нашего тобольского автора Петра Ершова «Конек-Горбунок». «Конек-Горбунок» есть не только само произведение, есть балет Родиона Щедрина «Конек-Горбунок». В этой части экспозиции мы видим альбом, посвященный Билибину, Ивану Билибину. Это превосходный иллюстратор русских народных сказок. Русские народные сказки, они написаны живым и ярким языком, И они нашли отражение, как уже было сказано, и у композитора опера «Садко» Римского-Корсакова. Кроме этого, он написал сказку о царе Салтане, опера «Золотой петушок», «Кощей бессмертный» и «Майская ночь». И все это Николай Андреевич, Римский-Корсак. Мы видим также Алёнушку, Алёнушка Васнецова, это сказочный сюжет. Мы видим Михаил Врубель, «Царевна-Лебедь». Корней Чуковский, есть опера «Краденое солнце» Бориса Тищенко. И, конечно, Пётр Ильич Чайковский. Мы видим «Черевички». Это знаменитая опера по Николаю Васильевичу Гоголю. Сказка всегда интересна. Это волшебство, это что-то непознанное, это привлекательное, это живой и колоритный язык. Приходите посмотреть на сказку. Продолжение следует...